30 этажей, почти 100 метров в высоту. Так должен выглядеть первый небоскреб в Краснодаре. Построить его хотят в самом центре города, на улице Северной. Это будет уникальное здание с изящной архитектурой, обещают рекламные баннеры. Но то, что это уродует лицо города, на счетах никто не пишет, замечает Вениамин Кондратьев во время объезда по Краснодару. Единственная высотка среди малоэтажной застройки, как Белая Ворона, считает глава региона. И предлагает городским властям провести референдум, нужен ли краснодарцам такой небоскреб. Ну, коллеги, что вы на самом деле обмануете? Красиво вы считаете? Вы бы жили в таком городе? Ну, красиво. Ну, это вам так кажется, потому что за это деньги получаете, наверное. Москва, она не глупее нас. Ответь это Москва-Сити, сделайте конкретно точку, пятно застройки, где будут одни высотные башни. Оно вот так будет смотреться, как в Москве. Ну, планируется и дальнейшее развитие. Слушайте, ну, возьмите, покажите мне дальнейшее развитие. Пока вы не покажете дальнейшее развитие, здесь ничего строится не будет, 33-этажные или 50-этажные. Покажите тогда в целом, что мы лицо Краснодара делаем красивым, реальным и на самом деле на века. А сегодня каждый урвал пятно застройки, так оно и есть, пятно застройки. И шарашит максимально там Вавилонскую башню на этой петне застройки. И наплевать, что рядом такие же холубки. Да вы поставите здесь 30-метровую 30-этажную башню и накроете полностью весь сектор вокруг. С права с левой. И что эти люди скажут? А вот жители фестивального микрорайона уже решили, необходимости в торговом центре нет. Вместо него люди просят детские сады, школу и парк. На улицах Казбекская и Образцова построили почти полсотни многоэтажек. А про социальную инфраструктуру, видимо, забыли. Жители переживают, что здесь появится еще несколько домов. Ни садика, ни школы, ни поликлиники, ничего. Вот насколько это возможно, вопрос решить сегодня. Ну, я думаю, возможно, потому что застройщик наверняка пойдет навстречу, мы проведем необходимые переговоры. Значит, мы таким образом договоримся. Вот то решение, которое у вас есть, вы его не отзываете, безусловно, потому что уже выдан. Дальше на оставшейся площади. Я думаю, мы отталкиваемся от того, что хотят население. Я на их месте бы, может быть, чуть сильнее кричал бы и требовал. Потому что вокруг посмотришь, тут везде одни окна, 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 банки, банки, банки. И асфальт. И асфальт, согласен. И дети. То есть, и, кстати, ни одного даже не то, что там сквера нет. Нет, ни одного. Поэтому здесь давайте четко мы делаем школу, мы делаем детский сад. Не встроенный, а реальный такой, современный. А все остальное парк. Да, да. Все, все, отлично. Останется в своих границах и сквер возле дворца спорта Олимп, обещает Кондратьеву мэр Краснодара. Строительная техника не тронет зеленую зону и на набережной в юбилейном микрорайоне. Еще совсем недавно здесь выделяли участки под кафе и магазины. Сейчас арендаторов лишили прав на строительство. Я просто не настаиваю, я требую, чтобы все зеленые зоны, которые существуют, вдоль естественных водоемов в том числе, они были отданы людям, людям для комфортного отдыха, выходные, праздничные дни. То есть, они имеют право просто подойти к речке. А если мы все застроим, то подходить просто будет физически не к чем. Согласен. Мы убьем сами себя и собственную жизнь. Кому нужны эти каменные джунгли? К сожалению, за последние годы Краснодар превратился в поле боя между коммерческими застройщиками и местными жителями. Последние пытаются отстаивать скверы, парки и собственные дворы, но силы явно не равны. Только за последний месяц главе региона поступило 5000 жалоб от краснодарцев на нарушение градостроительных норм. Проблема системная, уверен Вениамин Кондратьев. Если и дальше, лишь ликвидировать последствия, но не предотвращать сами нарушения. Кардинально ничего не изменится. Квартал с советского времени стоял спокойно, с детской площадкой совсем. Появляется какая-нибудь коммерческая внутри дворовая уже постройка. У кого-то манера, руки что ли чешутся, зайти внутри дворов. Почему их застраивать? Почему не сделать их благоустроенными, а максимально идти на застройку? В том жестве и внутри дворовые территории. Сегодня все жители под угрозой того, что завтра у них что-нибудь во дворе опять начнет расти. Давайте так, алгоритм, каким образом нам впредь не допускает того, что происходит сегодня в городе. И с внутри дворовой застройкой, и с теми моментами, когда из частного домовладения превращается в пятиэтажный дом или двенадцатиэтажный минимум. То есть вот здесь надо понимать, что должна быть система. Сегодня выстроена система контроля за этими вопросами. Если бы она была выстроена, то бы мы вокруг Олимпа не имели меньше десяти соток розданной территории. Ну если уже сквер поделен, о чем мы говорим? Мы сами себя обманываем. Какая система контроля? Над чем? Надо система контроля над системой контроля оставить. Дело в том, что нередки случаи, когда участки внутри микрорайонов, предназначенные генпланом под парки и скверы, отдаются под жилую застройку. Вениамин Кондратьев принимает решение прикрыть лазейки в законодательстве для строительства в зеленых зонах. Город становится, может быть, и комфортным для бизнеса, и более-более комфортным для бизнеса, но менее комфортным для жизни обычных горожан. Под скверы и парки отводится земля. На самом деле потом происходит процесс, когда зеленые зоны отдаются под застройку коммерческую. Не мы их садили, не нам их вырубать. Эти парки и скверы, все, что от них осталось сегодня. У меня ничего не остается. Я Илья Ильич Рысин здесь, в зале. Придайте всем зеленым зонам Краснодара, паркам, скверам, статус особо охраняемых природных территорий. И все. И на этом поставим точку. Еще одна тема, которая взбудоражила всех краснодарцев, которые пришли на встречу с главой региона – медицинское обслуживание в городе. Вениамин Кондратьев озвучил статистику, которая больно бьет по достижениям в системе здравоохранения. Увеличилась смертность трудоспособного населения, тех, кому до 50 лет. Трудоспособные возрасты, активные люди. В чем? Медицина не срабатывает. В чем? Недостаточно поликлиник, недостаточно кадров. У нас есть участки, где просто нет врачи-терапевтов. В зале добавили еще одну версию, почему так может происходить. Скорая приходит очень поздно. Приходится ждать больше часа. При этом коммерческие службы приезжают гораздо раньше, возмущаются жители. Главный врач больницы скорой медицинской помощи пытается объяснить, в чем проблема. Люди к нам не идут работать. Не врачи, не фельдшера. Они готовы уйти и в поликлинику, в стационар, в коммерческую организацию. Но в муниципальную скорую они не хотят идти работать. Что сделали для того, чтобы наша муниципальная скорая помощь работала? Что? Для того, чтобы привлечь кадры, нужно жилье. В городе Краснодаре это возможно путем выделения общежитий. Глава региона тут же интересуется, возможно ли построить дом для сотрудников больницы. Где-то 180 миллионов обойдется дом, 4 месяца строительства. Если мы дадим дом с квартирами для врачей скорой помощи, вы закрываете проблему под вашу ответственность на весь зал? Если будет жилье для сотрудников скорой помощи и закрыта будет тема по этому вопросу, я уйду с должности, если проблема не решится. Пока Николай Босак обещал, Вениамин Кондратьев дал четко понять, люди будут участвовать в жизни города напрямую. В том числе и от их решений зависит, как внешне будет выглядеть Краснодар. Я принципиально настаиваю и никогда сам не приму этот генплан Краснодара к рассмотрению, пока жители города его не одобрят. Не только в Краснодаре, но и во всем регионе необходимо выстроить систему прямого общения между жителями и властью, настаивает Вениамин Кондратьев. Люди должны влиять и формировать решения чиновников. И один из таких инструментов – референдумы. Александр Иванченко, Мария Крошина, Денис Перец, Алексей Комаров, Денис Москаленко, Кубань-24, Краснодар. Субтитры создавал DimaTorzok